Всем привет! Мы продолжим делать нашу игру. И сегодня мы занимаемся тем, что мы сделаем жизни нашей птички. Ну что ж, давайте начнём. Во-первых, нам надо будет добавить сердечко. Добавляем сердечко. Я сердечко потом заменю. Ну, я думаю, показывать, как я рисую сердечко, вам не буду. Сами сможете написать. Ну, вот такой примерно сердечко у меня сначала будет. Обязательно ставим point на более-менее посерединке. Смотрим, что у нас получилось. Уменьшаем. Ну вот. Теперь давайте научим наши сердечки двигаться так же само, как наши трубы. Вот эти бэкграунды и наши часики. Для этого мы заходим в код. Копируем все события, связанные с часиками. И заменяем наши часики на сердечко. Просто заменяем. Так, смотрим, что у нас тут ещё есть. У нас есть спавн. Давайте тоже сделаем спавн такой же пока. Потом мы, может быть, его изменим. Так, заменяем наши часики на сердечко. С хандомом мы ничего делать опять же не будем. Пока. Теперь давайте скопируем все события, связанные с уничтожением наших часиков, если они дотрагиваются до труп. Заменим часики на сердечки. И делаем, в принципе, точно такие же события. Наши сердечки уничтожаются. То есть наше сердце, оно у нас одно. Так, уничтожается. Так, дотрагивается, тогда он уничтожается. Ну вот, в принципе, мы теперь сделали уже спавн наших сердечек. И наши сердечки будут прокручиваться. А ещё они у нас будут уничтожаться, если они дотрагиваются до труп. Ну вот, в принципе, всё теперь нормально у нас сработает. Относительно нормально. Теперь давайте сделаем так, чтобы у нас были бы сами жизни. Если мы с самого начала дотрагиваемся до труп, то мы переходим на новый уровень. Теперь давайте сделаем так, чтобы у нас отнимались бы жизни. Для этого. Для этого нам надо будет сделать новую глобальную переменную и назвать как жизни. Изначально у нас будет одна жизнь. Так, дальше мы делаем определение приватной переменной жизни. Если у нас 0 жизней, то мы идём на уровень 2. Так, мы идём на уровень 2. Тогда на второй уровень мы идём. Так, а ещё у нас не отнимаются наши жизни. Надо сделать так, чтобы наши жизни бы отнимались. Смотрим там, где у нас идёт соприкосновение. Вот эти события с отправлением на второй уровень мы убираем. И мы делаем такое событие. Если мы дотронулись до трубы низ, то жизнь у нас отнимается. Жизнь у нас прибавляется минус 1. Так, копируем, копируем. Сохраняем, запускаем. Так, изначально у нас сейчас стоит 1 жизнь. Так, смотрим, что у нас получилось. Вот, у нас всё вроде как правильно работает. Но мы не сможем запустить сейчас игру, потому что у нас не обновляется наша приватная переменная. Так, давайте идём так. При старте уровня у нас, жизни у нас становится 1. Так, смотрим, что у нас получилось. Так, нажимаем играть. Вот мы летим, летим, летим. Мы умерли. Вот, и у нас теперь всё правильно запускается. Так, если отсюда убрать, установить жизни, и здесь поставить 2 жизни, то тогда мы сможем пролететь через 2 трубы. Вот, видим, то что мы пролетели через 1 трубу. И мы умерли на 2 трубе. Так, возвращаем всё как было. Здесь мы ставим установить жизни на 1. Здесь мы ставим 1 жизнь. Теперь давайте сделаем так, чтобы когда мы дотрагиваемся до наших жизней, то у нас прибавляются наши жизни. Как это сделать? Это мы делаем всё очень легко. Наши, наш главный герой дотрагивается до сердечка. То сердечко у нас уничтожается. А количество жизни у нас прибавляется. Ну, допустим, можно делать прибавление, а можно делать установку жизни. То есть, чтобы у нас было бы не больше 2 жизней за всю игру. Можно сделать бесконечное количество жизней. Но это уже решать вам. Вот, допустим, у меня уже есть 3 жизни. Я могу замедлять наше время. И теперь я, можно сказать, бессмертный. Да, бессмертный изменение не очень хороший, но ладно. Суть не в этом. Ну что ж, мы сделали жизни нашей птички. Ещё можно добавить вот сюда спрайт или текст, который будет показывать, сколько у нас жизней. Ну, давайте сделаем это через спрайт. Что для этого нам понадобится? Нам понадобится вот этот спрайт. Просто вот эта картинка спрайта. Копируем эту картинку. Создаём новый спрайт. Вставляем. Делаем размер 500 на 500. Ну, допустим, у нас будет... 3 сердечка максимум. Ну, я знаю то, что крипо получилось. Ладно, сойдёт и так. Убираем всё лишнее. Ставим поинт по серединке. Хотя давайте на первое сердечко. Так, создадим новую анимацию. Скопируем сердечки. Только мы скопируем два сердечка. Ставим поинт туда же. Но это я потом сделаю. Создаём новую анимацию. Назваем её как 1. Ну, давайте назовём её всё-таки жизнь 1. То есть, Z1. Иначе одну цифру нельзя ставить. Так, это мы назовём Z2. А это Z3. То есть, жизни 3. Так, а сюда мы вставляем одно сердечко. Вот такое вот сердечко мы вставляем. И всё. Ставим поинт вот сюда. Примерно туда же. Где у нас здесь. Здесь, но это уже не важно куда. Так, уменьшаем. Наши жизни. Вот давайте поставим вот сюда. Заходим в события. И давайте пропишем события для наших вот этих сердечек. Если у нас жизней, ну допустим, 3, то у нас устанавливается анимация 3. То есть, жизни 3. Копируем события. Заменяем жизни 3 на жизни 2. И здесь мы ставим анимацию жизни 2. То есть, сколько мы писали там. Такое же название мы ставим. Если 1, то жизни 1. Смотрим, что у нас получилось. Вот мы видим, что у нас одна жизнь. Подбираем. Две жизни становятся. Подбираем ещё. И у нас становится вот так вот. У нас всё правильно работает, в общем. Так. А ещё нам теперь надо ограничить количество наших жизней. Смотрим. И давайте сделаем отключение жизни для нашей птички. То есть, чтобы мы не могли бы больше подобрать сердечек, чем 3 сердечка. Так, как это сделать? Мы просто создаём новое событие, где мы определяем глобальную переменную. Глобальную переменную жизни. Если жизни меньше 3, то только тогда мы сможем подобрать и уничтожить наши сердечки. Ну что ж, смотрим, что у нас получилось. Вот, запускаем. Так, нам надо будет подобрать сейчас 3 сердечка. Так, вот, смотрим. Так, вот этот баг надо будет ещё исправить, чтобы мы не могли бы проваливаться сквозь наш игровой уровень. Но это, я думаю, сделают в следующем уроке. Так, давайте просто поставим 3 сердечка поближе к нашему главному герою. Вот так вот. Ну и даже больше. И вы поймёте, что у нас теперь всё правильно работает. Вот, вы видели то, что у нас всего мы смогли подобрать только 3 сердечка, и у нас больше жизни не стало. Ну вот, я думаю, на этом мы сегодня урок закончим. В следующей части мы немножечко подправим вот эти наши события для спавности сердечка и времени. Мы идём так, чтобы их было бы немножечко поменьше. И в следующей части мы начнём менять скины нашей птички. Ну вот, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока вам.